Кухня Корона Генеральный партнер проекта Кухни Корона Телефон единой справочной 275 33 11 Кухня Корона – это коронация вашей кухни Секреты звездной кухни недоступны нам, простым, не имеющим отношения к шоу-бизнесу людям Мы видим конечный продукт готовых звезд И считаем, что свои таланты и умение держаться на публике они впитали вместе с молоком матери Но это не так И сегодня на нашей звездной кухне мы приподнимем завесу тайны И раскроем секрет приготовления звезд российского шоу-бизнеса Сегодня на моей звездной кухне я жду поистине шеф-повара Самого настоящего шеф-повара звездной кухни А именно Кима Александровича Брейдбурга и его супругу Валерию Здравствуйте Здравствуйте Расскажите, пожалуйста, как происходит, как попасть на вашу звездную кухню? Как это бывает? Как такому шеф-повару попасть на самом деле на звездную кухню? Ну, во-первых, все-таки, слава богу, на телевидении бывают программы или телешоу Которые способствуют тому, чтобы молодые люди попадали в орбиту внимания продюсеров Компаний звукозаписывающих и так далее Вот, как вы знаете, мы делали программу «Народный артист» Все, так сказать, три программы делали «Секрет успеха» В какой-то степени я, так сказать, уже в закадровом таком варианте А вот Валерия в эфирном исполнении в прошлом году Нет, это в этом году было, в этом году Просто год длинный такой Просто кажется, что это было уже давно Работала с Айлой Пугачевой на «А-факторе» в качестве педагога «Фактор А» «Фактор А» Да Вот, и... Ну, то есть я должен здесь сделать реверанс в сторону телевидения Просто благодаря телевидению многие ребята сегодня все-таки имеют возможность Зайти как-то в эту профессию Профессию артиста эстрады, шоу-бизнеса Практически без каких-то финансовых вливаний дополнительных А просто благодаря своему таланту Потому что все-таки проводятся кастинги, отборы Вот кастинг, который, в частности, проходил на программу «Фактор А» Собрал где-то, я не знаю, там около 10 тысяч человек, наверное, было В Лужниках проходил кастинг Было полное столпотворение Но все-таки вместе с тем люди все равно какие-то имели возможность попасть в эфир Три дня подряд кастинги проходили с 10, официально с 10 часов и где-то часов до 12 А не официально люди уже занимали очередь с 5-6 часов Я возвращалась в пол третьего где-то ночи То есть приходилось там все равно дослушивать людей Прежде чем они пошли непосредственно к жюри, где сидела Пугачева Нужно было пройти такой как бы фильтр Да, они проходили через этот фильтр То есть совсем уже неподходящие были отметены, так скажем Сложно вот определить вот так вот на первом прослушивании Стоит человек того, чтобы заниматься и вести его в ранг звезды? В принципе, сложно, конечно, наверное, но не профессионалам Профессионалам не сложно, потому что все-таки мы имеем громадный опыт И когда человек заходит, открывает рот, начинает что-то петь То, во-первых, мы сразу понимаем, как он поет, ну, хорошо или плохо Даже если он поет без аккомпанемента Просто очень много людей, которые после караоке, да, там, домашнего пения и выступления в барах Считают, что они классные певцы Просто приходят вот на такие конкурсы, поют Потом обижаются, когда им говорят нет Вот, бывает такое И можно, конечно, ошибиться Ну, знаете, то есть никто не застрахован от ошибки Но я думаю, что все-таки там процентов 90 Это решение верное Вот тех людей, которые мы все-таки рекомендуем А дальше уже там, ну, там вступают в силу всякие моменты Как вы знаете, на телевидении нужны не только певцы Нужны и фрики, и какие-то люди эксцентричные И типажи какие-то Чтобы было интересно это потом людям смотреть и так далее Поэтому там особая такая схема подбора участников А вообще, вот если так в профессиональном отношении говорить То есть те люди, которые, например, там хорошо поют Или видно, что артистические данные хорошие просто у человека Темперамент есть, да, и талант как-то Он блещет талантом просто своим, да, вот сразу, с первого взгляда Такие люди обычно все-таки как-то отмечены бывают И попадают каким-то образом в программы Или там в какие-то проекты и так далее, и так далее Бывали даже такие ситуации, например Заходит девушка, хорошо поет И ты останавливаешься на полуфразе Она возмущена, не понимает, в чем дело И ты просто понимаешь, что Ну, самая главная проблема, то, что она артистически не подходит для сцены То есть она выглядит очень бытово То есть она не ухаживает за собой Если у нее даже очень хороший голос То такая певица, в общем, как бы не будет интересна И уже с позиции с этих Ты начинаешь, пытаешься как-то корректно объяснить Что вы должны заняться собой Вы все-таки идете на сцену Бывает наоборот, что, знаете Заходит человек, выглядит прекрасно И ты так внутренне думаешь Лишь бы только ты хоть как-то пела Более-менее, чтобы просто Потому что потом это все можно, как бы, знаете Нарастить, как говорят, да Можно научить каким-то навыкам Развить голос, в конце концов Самое главное, чтобы человек У него была, вот, как говорит Алла Пугачева Вот, вот, в личности уже была звездность У него, вот, от него исходит аура Или от нее, неважно Вот именно звезда, психология звезды Все-таки звездами рождается, по мнению Алла Борисовна Ну, вы знаете, вот это такая Это просто вот как талант Либо он есть, либо его нет Вот заходит человек и сразу понимаешь Иногда называют это харизмой Еще сейчас модное слово такое Из харизма Никто не понимает его Многие возмущаются, почему я же пою Я профессионально обучаюсь Я учусь там в консерватории А вот вы меня не берете Ну, просто есть какие-то требования Которые применяются к эстрадным исполнителям И не в первую очередь Это внешние данные Не в первую очередь Ну, а потом, люди, которые учатся Валерия, например, старший преподаватель Факультета эстрадно-джазового вокала Академия Гнесина Одно из лучших музыкальных Таких высших учреждений Учебных нашей страны Я бываю иногда на экзаменах Там у них, когда у них проходит в институте Вижу просто контингент, который приходит туда Кто там поет, чего и как Я хочу сказать, что просто не все студенты Которые обучаются на этом факультете Там они голосистые, безусловно Большинство из них Но они не все годятся для того, чтобы выйти на сцену Многие из них станут потом педагогами, возможно Так же тоже может быть, правда? Причем более талантливые Не обязательно в профессии Обязательно ломиться, что называется, на сцену Из последних сил просто И чтобы там как-то состояться Можно состояться и вне сцены То есть на преподавательской работе Может быть, тренируя молодежь какую-то Обучая детей, в конце концов Разные формы есть Обучение всегда именно обучает профессии Профессии музыканта Профессии вокалиста И это, собственно говоря, и отличает Например, музыкальные проекты, шоу От, например, от студентов, которые учатся... От учебного процесса То есть это не совсем все-таки учебный процесс Это шоу, прежде всего Потому что в шоу ставится задача Именно в краткое, сжатое время Сделать из человека Вот, может быть, такого, который проходил мимо Ну, при каких-то, вот опять-таки, повторю, качествах Сделать его за короткое время звездой А в учебном заведении За пять или там четыре года Ставится задача именно сделать его профессиональным музыкантом Я хочу сразу ремарку некоторую вот тут внести То есть так называется сделать звездой На самом деле звезда в любом жанре Это долгий путь внутренней какой-то работы над собой Понимаете? То есть вот всех людей, с которыми я хорошо знаком Знаю много лет уже, да? Поскольку все-таки мне и самому лет немало Вот, все эти люди Долина, Тамара Гверцетеля, Валерий Леонтьев, Филипп Боря Моисеев Ну, я мог быть, список продолжать Эти люди добились своей, как бы, да, вот, звездного статуса Огромным трудом и огромной внутренней работой Просто они живут этим просто Они прожили в этом жизнь просто Они своей жизнью доказали просто, что они звезды Вот, все касается молодых, молодежи Ну, да, им, так сказать, статус какой-то присваивают Часто такой устный просто, да, то есть он звезда, например, да? Но на самом деле, то есть они звездами становятся позже То есть когда они докажут просто, что они кроме одной песни могут спеть вторую А потом пятую, десятую А потом съездить на какой-нибудь там хороший Там, может быть, звездный, может быть, фестиваль или конкурс Получить там гран-при и так далее То есть это дорога, это дорога каждого дня убеждения людей и себя самого В том, что ты достоин просто того места, которое занимаешь Я надеялась, что вы мне скажете сейчас идеальное время приготовления звезды То есть вот три месяца, Ксения И все, да? Вот ваш салант певицы, например, и все, вы звезда Рассуждая о диетах, нам всегда хочется разузнать что-нибудь новенькое Желательно от звезд Голливуда Но они где-то там, далеко Выращенные в совершенно другом климате Вскорбленные абсолютно другими продуктами И имеющие чуждые нам вкусовые пристрастия То ли дело наши звезды Живут рядом, едят наши родные щи Заедают беляшами, блинчиками с деревенской сметаной Но так делают не все Та, о ком идет речь, давно отказалась от всех пышащих, румяных, шкварчащих, исконно русских блюд А также от всех видов мяса, включая птицу И лишь в редких случаях позволяет себе рыбу, лосось или тунец И другие низкокалорийные морепродукты О ком же наш рассказ, спросите вы? О ней, матери четверых детей Успешной, известной, роскошной обладательницы безупречной фигуры И самых длинных ног Евгении Машко Уже давно рацион Евгении состоит из низкокалорийных овощей Брокколи, спаржи, шпината Отваренных или приготовленных на пару А также обезжиренных кисломолочных продуктов и клетчатки Побаловать себя Евгения может сочным грибфрутом или арбузом Который она обычно ест столовой ложкой Генеральный партнер проекта Кухни Корона Телефон единой справочной 275 33 11 Кухни Корона Это коронация вашей кухни МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА